На мастер-классе по барабанам. Там не очень барабаны, и там не всё, что происходит в материальном мире, всё там, наверное, не есть. То есть всё там идёт немножко другое. Очень вам советую к этому человеку пойти, он очень честно работает, не будет дружить вам в голову, и всё это будет по делу, то, что он делал. Очень здорово. Спасибо тебе большое. Ну и немножко про себя, любимого. Я сегодня опять-таки буду давать в тот же самый мастер-класс, ой, как инструмент динамической медитации, проводимый в анонсировке правого и плевого повышения головного мозга в целью повышения креативности сознания. По уже... Ну сейчас мы так проверяем. Вроде как складывается литр, где видит этот мастер-класс один на две части, постановка тела и, собственно, отработка техники. Так вот, вчера я отдавал постановку тела на 11 часов, а отработку техники на 5. Сегодня мы с утра попробовали с чайной же, так сказать, второгодниками отработку действий в 11 часов, а сейчас как раз наконец-таки, вот даже из вечерней линейки, приглашаю вас всех на самую-самую с нуля базовую постановку тела, чтобы оно работало у вас, вырабатывало гормоны удовольствия, балансировало правое и левое повышение головного мозга, находило у вас потенциал, ваш внутренний скрытый резерв и доставляло вам массу удовольствия, чтобы вы ходили по жизни и все время чувствовали счастье в себе непрерывно. Приходите ко мне, совсем с нуля отчаянники, вот сюда, перед столовой будет. Ну, не будет, что-то с нечинами все-таки по возможности. Спасибо большое, что у вас. Алло, здравствуйте всем. Игорь Хакуля. Моя позиция началась именно с мастер-класса Игоря Хакули. Он научил профессиональные вещи отключать мозг во время работы. Когда работаешь, отключался мозг в твоем сознании, а взял подсознание. Первое. Второе. Значит, поздно, что я поцентрировал по холле, сегодня все выложу, хорошо? Вечером вы работаете по холле, все будут. И третье. У нас феноменальные события, у нас фантастические события. У нас сегодня приехал не уникальный мастер песочной анимации. Международного ловли. Ну, кто здесь выступает, девушка будет выступать после девяти вечера. Пожалуйста, придите. Это нечто феерическое, музыкальное выступление. Невероятное по красоте, по слуху и по духовности. Очень много оборудования природа. Пожалуйста, прийти и посмотрите. Я только у него очень рада этому. Спасибо. Это будет Дмитрий Лисинский и Ольга Лисинька. Песочная анимация. Это вообще такая трансовая штука. Значит, на стекле лежит песочек, и они рисуют фигуры. Вы смотрите на них, как у вас капюшон раздувается, вот как у вас. Это здесь будет. Они привезут такую большую установку. Будет песочная анимация. Здесь 21.00. А в 20.00. Здесь будет концерт, внезапная группа. Мне сделали просто потрясающий сюрприз. Сандро Гарибашвили и Мария Коренева. Они привезли группу, называется Птах. Вообще волшебная, удивительная музыка. Это будет 20.00 после мастер-класса. После песочной анимации в 21.30 будут файл-шоу. Экстрим-группа «Огненный тигр» и «Индико». Вот там, на досплощадочке, спиротехнику. Сергей Дьяченко, практический психолог. Моделирование личности с помощью гипноза. Добрый вечер. Буду рада на семинаре, посвященном гипнозу. Мы будем говорить о гипнозе и заниматься гипнозом. Кроме этого, я предложу ряд очень мощных, сильных методик, которые позволяют изменять очень быстро поведение. Если вы стремитесь к такому изменению, всех желающих я приглашаю. Постараюсь ответить на ряд ваших вопросов, которые интересуют подойти. Спасибо. 31. 31. Татьяна топорова. Танцевально-двигательный терапевт, сертифицированный ресурсчик, пахилянку, телесно-ориентированный терапевт. С днем рождения. Сегодня мастер-класс, который называется «Танцы животных». Он построен на основе базовой техники танцевально-двигательной терапии «Пять ритмов». Ну, будет не только пять ритмов, будет ход в практику такой, ну, на других мелодиях. То есть, задача мастер-класса, чтобы вы попробовали поискать то животное, которое дает нам силу в жизни, то, что раньше называли ДТН. Вот. Поэтому, пожалуйста, кто хочет подвигаться, практика индивидуальная. За час мы не успеем. Восемь мы не закончим. Говорим сразу. Хотя бы полтора-два часа на это надо. Поэтому, кто планирует пройти от начала до конца, пожалуйста, потому что уходить будет не очень, скажем так, правильно. Спасибо. 41. Хамаленко Борислава остался в Харькове. Максим Титаренко. Тренер по ораторскому искусству. С микрофоном или без? Без микрофоном. Майя, я не могу. Здравствуй. Здравствуйте. На этом товаре я провожу три тренинга. Первый. Это почему нужно выйти из зоны комфорта и сделать это уже сегодня. Второй. Как мотивировать себя в достижении долгосрочных целей. И тренинг, тот, который будет проходить сейчас, это арандовское искусство о культуре и убеждениях. Будет теоретическая часть и практическая. Мы поиграем в игру дебаты. Это будет британский парламент, либо американка. То есть в зависимости от количества участников. Скорее всего, сыграем две игры. То есть вначале мы играли, которые еще не играли, и вторую группу сделаем девку уже в мастер-классе. Значит, о чем мастер-класс? Очень часто бывает в жизни так, что мы разговариваем с человеком, и в силу интерпретации часть информации искажает, потеряется, и нас не понимают. Особенно это важно, когда вы общаетесь с вашим заказчиком, например. То есть у вас есть какие-то, если вы переводите слова, дальше человек воспринимает эти слова и переводит в свои мысли. Вот этот процесс происходит искажением. Поэтому мы научимся грамотно аргументировать нашу игру, выстраивать ее. Разберемся со структурой. То есть вот сегодня, для тех, кто уже был, будет упор именно на структуру раскопления. Мы добавим еще новой информации. И в финале поиграем в игру дебаты. Спасибо. Титаренко 53, хвалили тренера. Уже понапы появились свои. Владимир Зийцов, основатель школы ритма Джимбука, создатель направления ритма в движении. Всем привет. Друзья, тема моего сегодняшнего мастер-класса мы научимся слышать друг друга. К сожалению, в русском языке не присутствует еще одно дополнительное слово для слова слышать, как, например, в английском. Там есть to hear и to listen. To hear – это просто слышать, а to listen – это именно прислушиваться. Я сейчас хочу маленький провести эксперимент и показать вам, как нужно прислушиваться друг к другу. Повторяйте, пожалуйста, вместе с собой. Продолжаем. Продолжаем. Эта половина продолжает. А это палатина слов. Продолжайте слушать их, и делайте свое, и слушайте их. Думаю, садиму, да? А теперь я начну с мысла этой фразы, когда спрашиваю. Продолжайте. Итак, эта фраза звучит вот так. С днем рождения, Таня! 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 Таня! И спорт. Спасибо, друзья. Мастер-класс будет на первом порядке. Барабаны будут для всех желающих, можно взять на прокат. Приходите, будем учиться слушать друг друга. Спасибо. Сергей Устормен, инструктор йоги, специалист по телесно-ориентированной психотерапии, технической технике, музыкант. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Бодрый вечер. И сегодня продолжаем работать с голосом и со слухом. Будем чувствовать свое дыхание. И через дыхание будем чувствовать свой голос. И почувствуем многообразие нашего голоса, что, возможно, вы еще даже не знаете, на что способен ваш голос. За голосом тут же стоит и слух. Прорабатывая голос, вы тут же начинаете слышать. Работая со слухом, вы работаете с голосом. Это все одно и то же. Точно так же в этом наблюдении вы наблюдаете за своими эмоциями, за своими чувствами, за ощущениями. Это будет происходить тут. Очень хороший массажер. Можно использовать. Сережа будет здесь, истома Сергея здесь. Котеночек, как три штучки, опять подкинули на фест. Вот найду человечка, подкину сама куда-нибудь, на перечею остров. Синенький котеночек. Красивенький. Добрый, с голубыми глазками. Три штуки. Девочки и мальчики. Будет любить. Чем хорош в доме кот? Сейчас рассказываю. Значит, кот вас просто любит. Мурчит, он пушистый, такой хороший. Он вам не скажет. Ты чего домой поздно пришел? Ты почему мне не подарил цветочки на день рождения? Или там чего-то не сделал? Не будет вас пилить. Не будет вам изменять. Боже, какой хороший. Значит, чистый чакрой. Поднимает кундамин. Опускает белую космическую энергию. Подключает к энергиям Земли. Открывает чакры. Успокаивает. Снимает высокое давление уравновешивающего дьявола. Поднимает давление. Кому надо поднять. Поднимает настроение. Сбавляет от депрессии. Поднимает потенцию. Улучшает кипиток. Если у женщины нет оргазма, значит, он появится 2-3 недели будет. Афродизион. Подскажите. Называется афродизион. Увеличивает благосостояние в доме. То есть денег сразу больше ставит. Силенький, полосатенький. Очень хорошенький. Хорбоним лошадь. Три штуки. На самом деле, все, что Таня сказала, это действительно так. Это живое существо. Если вас так любите животных, возьмите плюс миллиард к вашей парме. Действительно, хороший друг, с которым можно поговорить, с которым можно, в общем, рассказать все проблемы. У кого есть детки, очень хороший подарочек. Сделайте животное, живое существо счастливым. Возьмите себе друга. Подходите. Вот детки стоят с котеночком. Еще я утром объявляла акцию на то, что кто соберет больше ракушек, тот получит резиночки. Есть люди, вот детки, которые сегодня, сегодня вы приносили ракушки. Подходите, я купила вам резиночки. Спасибо. Котеночки. Находится на констоварах. Павел Волошин, инженерия удовольствия. Руководитель тренера проекта в студии создания будущего. Кандидат на университет, публиксист, аналитик. Давай, приветствую. И сегодня я приветствую фестиваль «Бомба удовольствия». Наш эндорфин массаж, трансовый массаж, мощные техники. Здесь много массажистов, здесь много телесников, косметологов, телесных всяких людей, которые работают с людьми при помощи рук. Их всех приглашают. Это мощный, классный, совершенный инструмент. Сильных рук иметь не надо. Едва прикоснулся к одной части тела, ощущения приятные во всем теле. Легким невесомым прикосновением маленькая девочка может это массажировать громадного, мощного клиента. Замечательно. Включая, максимируя эндорфинную систему, источник генератора радости. Я тут на товаре буду вести обучающую программу. Вот пять уроков по эндорфин массажу и трансовому массажу. И сегодня первый вводный урок. Сегодня бесплатно, сегодня для всех с большой радостью. Что будет сегодня? Во-первых, покажу полный цикл трансового массажа ладошки. Будете уже выйдеть и сможете все это делать со своими клиентами на ладошке. Дальше расскажу о основных языках и понятиях трансового массажа. Почему он трансовый, что такое телесный транс и как его можно и для чего использовать хорошего. Основные языки тела эндорфин массажа. Пластика, ритмика. Как и какие эндорфинщики в теле выделяются, какие прикосновения нам в этом помогают. Эндорфин массаж и трансовый массаж ждет нас. Аудитория 42. Забыл бы удовольствие. Аудитория 42. Первое занятие. Бесплатное, вводное. Все отродки. Вперед! Бесплатное, вводное. И сегодня мы пойдем немножечко ближе. Немножечко ближе. По отношению к любому. Это правда, что мы закончим в кустах. Это правда, наш марафон Галия, он продолжается. Я приглашаю первую очередь, конечно, наших марафонщиков. Это им поможет и подвинет. Вчера, по-русски вам говорят, мы очень сильно зажигали. Мы бакетские. И я хочу сказать, не для кого у меня секрет. Насколько, с какой большой любовью и препятом я отношусь к своим классам и к своим людям, которые практикуют в этих классах. И я хочу вас предупредить о экологии. О том, о чем Татьяна сегодня говорила с самого утра. Когда группа работает, мы всплываем очень непростые программы. И поэтому просто хождение через поле, через территорию, где происходят серьезные процессы. Я вас очень прошу и предупреждаю, не проходите. И когда работает группа, не нужно становиться кинотеатром. Не будьте вампирами и не пожирайте энергию тех людей, которые работают. Не приходите воспитывать, приходите пробыть, приходите поучаствовать. Только чтобы стать собой, а не смотреть на жизнь со стороны. С любовью сердца всегда вашим отходим. Собираемся у Вальдумара и идем в госпиталь. Спасибо, Юля. Я всегда так восхищаюсь, когда ты обменяешь свой мастер-класс, и меня так успокаиваю. Знаешь, вообще-то... Что-то происходит, я не скажу. Дядя Юля, все. Так, мама Инна, матерь, отозвуйтесь, пожалуйста. Мама Инна есть? Ребенок сучи. Мама Инна? А я дядя. Фамилия, как у ребенка? Есть? Мама Инна! Так, забрали ребенка. Коток забрали. Кто будет готов забрать? Селенькие котики. Ты их на пляжу в мешке нашли. Нашли в мешке, Наташа. Шо? Заряженные котики, видимо, если их не успели утопить, да, они, наверное, будут приносить особую какую-то пользу в хозяйстве. Задумайтесь все, может быть, именно ведь хозяин. Коты пытаются на констовару. Еще раз, котов, покажите, люди. Ну, там, котов. А? Шо, Каш? Вот какая-нибудь киселька. Если вы выберем глазочками, красивенько. Ходите в хорошую бельку, берите. Ну, а все репуты. На пляж нашли! Сними и выбросили! Пойдем, у него еще черные рисуночки есть на лице, как бы просила. Какой-нибудь девчоночке. Это Руна из обиды, сказала Ленева. Так. Бутенка Евгения, рунолог, парапсихолог, волшебница. Только не передавай. Сегодня он не будет. Сегодня будет практическое ясновидение экстрасенсорика. Меня часто спрашивают, экстрасенсорика и ясновидение это так или навык? Будем говорить так. На пианино может играть каждый, но виртуозом становится единица. И сегодня я приглашаю новичков, те, которые считают, что не видят, не чувствуют, не знают. Я открою для вас секреты экстрасенсов. На самом деле все просто. Вы, каждый из вас экстрасенсов. Просто надо сдать некоторые секреты. Приходите, поделюсь. 55, по-моему, где-то. Евгения Бутенко, 52. Аннушка. Да. Добрый день еще раз. Гости участники фестиваля. Я вешу уже, наверное, правда, 23 килограмма. И вот целый день нашел подарок Татьяне. Еще животик остался, смотрю. Это тяжело. Татьяна Валерьевна, я лично очень благодарна, что уже практически 9 лет нахожусь рядом с тобой. У меня идет доза 2. На самом деле, с этого момента в жизни моей очень много поменялось. Я пошла учиться на гештаг терапевта. У меня ребенок был в детской комнате. Потом, когда была маленькая, играла с детьми, тоже в фестиваль всех строила. Я познакомилась с очень многими хорошими людьми. Меня очень поддерживают близкие. И на самом деле, от той комитета фестиваля для тех людей, кому это стало родной, близкой мамой Тани. Поэтому я сейчас сама начинаю плакать. Это мы очень старались. И я, и Женя Шевченко, и Анастасия Григорович, а также очень много людей. Тая Полумяшная, которая радушно встречает некоторых участников и кормит нас, волонтеров. Вася Шишкин, очень много людей, и не всех перечислила. Там все на месте, там все хорошо. Веревочки уже висят и ждут тебя в Б2. Так что мы тебя ждем. Спасибо, мама Таня. Спасибо, мама Таня пишет в Беседке 2. Я же их в Беседке 2, у дядю по году. Спасибо, Анечка. Кому не хватает семьи, можно приходить в оргкомитет. У нас не просто суме, у нас банда. Она же говорит, настоящая банда. Да, я потеряла усадь. Ты меня расстроила, вообще, я вообще не знаю, диалитет не помню. Наталья Кравченко, практический психолог, 2-я ступень рейтинг, кармоколектор, диагноз, сцелитель. Спасибо. Сегодня на мастер-классе, в общем-то, будем говорить от 22. Арканах и предназначения. То есть, архетипы коров и что это такое. Вот, например, сегодняшний день, да, 21-е. 21-е число — это мир. И люди, которые рождаются 21-го числа, они стремятся к международным проектам. То есть, их просто тянет к международным проектам, потому что это их предназначение. То есть, 21-е число — это люди, которые кольсят по миру. Ну, еще плюс семерка. Семерка — это месяц, да? Это говорит о том, что человек будет достигать своих целей. То есть, он будет их ставить и достигать. И идти в цели к миру. Такие люди, как, допустим, те люди, которые родились 21-е числа, они действительно, ну, как бы восстанавливали мир на земле. Они делали международные проекты, в которых люди чувствовали себя совсем по-другому. Или наоборот. Вот 21-му числу ни в коем случае, ну, то есть, человеку, который родился, нельзя обязываться ни в какие войны. Нет, потому что это будет чревато. Вот. Ну, поэтому, Данюшка, ты родилась 21-го, 07-го, тебе большие проекты, как, допустим, вот этот фестиваль, это и не по зубам. Да. И мы очень благодарны, честное слово, если бы чем-то тебя обиделись, извини. Вот. Потому что... Потому что какое счастье для всех, для нас. Это действительно... Ну, тебе это подвластно. А вы приходите и узнаете про себя. Спасибо. Спасибо. Я день рождения, наступил день рождения, Светлана. Ну, хорошо. Вам рассказала, слушаю. Ну, еще, у меня самый классный день рождения вообще. Короче, таких, короче, ни одного не было. Спасибо вам. Травченко, Наталья, будет 22. Добросова Мария, Требутейна. Здравствуйте, Требутей. Я сегодня хочу вам предложить свой мастер-класс. Арт-глуб называется. Мы не будем танцевать каких-то специальных танцевальных техник. Это будет смесь движения через творчество. Это будут тоже творческие задания. Скорее всего, театральные техники тоже сюда включены. Те, кто были на психологических тренингах и так далее, очень сильно советую, потому что тело, из тела нужно, как говорится, после всех тех техник, оно должно пропотеть, да? То есть это все должно выйти. Поэтому для вас это тоже будет полезно. Как сказал один хороший мой учитель, все-таки тело – это инструмент, да? И должно быть, это прекрасным инструментом для того, чтобы душа в нем себя хорошо чувствовала и могла реализовать. Наверное, все. Когда аудитория? 43. 43. Человек, который пишет очень красивую музыку, от которой всегда становится мне лично душе, приятно, хорошо, красиво. Юрий Надюк, композитор. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Привет, товарищ. НЕ СЧАСТНЫ, то реализация ваших желаний далеко не всегда приведет к долговидимому состоянию счастья. То есть вот так, находясь в состоянии счастья, у вас не будет избыточных желаний. Итак, первично – это состояние счастья, второе – реализация желаний. А что нужно, чтобы войти в состояние счастья? Это определенное состояние души, которое наступает тогда, когда мы в гармонии имеем состояние, и когда мироздание получает от нас то, что оно от нас хочет. А оно хочет от нас одного – реализация нашего предназначения, которое может быть общим, это способность любить, прощать, отсутствие способности ненавидеть, обижаться и так далее. И частное для каждого из вас – это реализация вашего индивидуального предназначения. Вот если вы удовлетворяете вот этим двух показателям, – да вы счастливы. Как это сделать наиболее кратким, путем не читая сотни книжек и не посещая десятки и больше тренингов, обращаясь к высшим силам мироздания? Мы будем этим заниматься. Что они могут? Активизировать по нашей просьбе определенные участки сознания и таким образом менять наш внутренний мир за очень короткие сроки времени. Мы купали иногда часы, иногда недели. Мы меняем свой внутренний мир и Вселенная точно же мгновенно отзерканивает это событий и негрян. Вот почему получаются уникальные результаты после двух и до трех сеансов. Женщины находят своего возлюбленного, меняется судьба, вы начинаете притягивать материальное изобилие и так далее, хотя вчера еще не было. Потому что меняется наше отношение с помощью вот этих тончайших энергий, которые называются частоты света. Я представляю их сегодня вам. Кому это может быть полезно? Психологам, эзотерикам. Психолог может воздействовать на свое сознание и получить инсайд. Он может понять, почему его клиент и пациент несчастен. Почему он обратился к нему? Он может транслировать эти энергии на пациента и пациент сам осознает, почему у него все это возникло. Точно так эзотерики могут получить сверхмагические способности, ясновидения и так далее. Геронтологи, филологи, ледвисты. Можно воздействовать на любые части организма, чакр там. На любые части нашего естества с эзотериками у меня минут на 10 расписывать, что это будет. Поэтому я не буду этим заниматься. Кому интересно, приходите. Я расскажу, в каких сферах вы можете получить помощь высших миров. Первые пять минут, а дальше вы решите идти на другой мастер-класс или ко мне. Я не отпишусь. Всего хорошего. Один на 100 аудитория. Вы в интернете можете найти группу Харикова. Юлия Харикова. Можно найти личную страницу, ее равно там просто какого-какого. Ирина Писна. Есть такая дедушка в зале? Ирина Писна. Продается боджик. Ой, она потеряла девочку. Да. На регистрации заберет. С нее конфеты. Анечка говорит, что он? Как, вы меня про котеночка? Друзья, нашелся первый человек, который готов забрать котенка. Поаплодируйте этой девушке. Я знаю, что есть у некоторых страх, что я буду делать с котом до конца феста. Мы объявляем приют для котенков возле диджейской, вот возле склада. Пожалуйста, если у вас есть возможность, заберите в конце фестиваля. Приходите, наведуйте, гладьте и радуйтесь этому счастью. Спасибо большое. Ждем еще двух счастливцев. Они обязательно принесут вам удачи. Спасибо. Вечером будет, еще сейчас будет 2-3 часов, и вечером будет очень... Анечка, приходит ко мне Анечка. Я говорю, Путяка, там такое, там такое, будут нас на тюрьме. Друзья, приходи. В 9 часов. Я поняла, что все кого-то перекроют. Да, Анечка. Да, там такое, такое будет. Вы просто не представляете. На самом деле, вас ждут очень невероятные вещи. Мы начнем двигаться после концерта отсюда. Вот, приходите сюда после мастер-классов, после ужина. Мы ждем вас здесь. Вас ждут барабаны, а потом... Вы знаете, дальше будет ярко, красиво и очень-очень феерично. Это масса позитивных эмоций, которые вы еще ранее не получали. Приглашаем вас на вечернюю программу. Аплодисменты. 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 Да. Аплодисменты. В 20.00. Здесь был концерт Птах. Кайфовый концерт. Потом после концерта Песочное шоу и потом мы пойдем все на стадион. Мне уже интересно, что там Аннушу Анечку приготовила. И вам. Очень красиво что-то. Вы меня не будете жрать? Хорошо. 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 Александр Купчик. Ведущий динамической группы Кештайн-терапевт. Ведущий образовательный программу Кештайн-терапевт Московского Кештайн-института. Как всегда, вечером в динамической группе где можно прийти и посудачить пять тренеров. Какой хороший, такой средний, какому стоит пойти, какой замечательный. Можно рассказать самому, поругаться или наоборот порадоваться. и порадоваться другим. Можно послушать других участников. Да, подходите. Спасибо. Динамическая группа будет в пятом углу. В пятом углу. В пятом углу. Может параллель поставить мастер-класс? Саша. Нет? Во время концерта. В 20.00. В 20.00. В пятом углу динамическая группа. Динамическая группа. они не могут подойти чекожа, два заплатят. Анна Шубина, путешественница. Путешественница Ане удалось долететь домой из Индии за 150 баксов в самолёте. Так. Что это такое? Сегодня вечером я хочу поделиться своим опытом путешествия по Индии. Путешествовала не только сама, путешествовала с дочкой, начиная с 5-6 лет, потом путешествовали с группой. Я Индию очень люблю, черпаю вдохновение. Многие приезжают уже другими людьми с Индии. Это своего рода перезарядка. Ну, о чем поговорим? Я покажу, как бюджетно путешествовать, как искать билеты, как самостоятельно путешествовать, контраст юга и севера Индии, потому что разные места Индии настолько отличаются, то есть север и юг, север красивый горь, места Талайламы, рериковские места, а юг отличается множеством интересных храмов, гора Ромачала, место, где может быть Шалеши, Романа Махарши. Так, мне просит уже время, очень, Даня Гаррик, еще хочу показать свою книгу, которую я написала по путешествию по Индии, в том числе рекомендации, кого интересует, подходите. Наша встреча будет в 1-2. И отвечу на все ваши вопросы, которые вас интересуют по путешествию по Индии. До встречи. Анна Шипина, путешественница 12-го, Роман Бурлака. Остались самые стойкие. Тема очень простая, старают этот мир отцы и дети. Мир быстро очень меняется, пропасть между поколениями увеличивается. Это и хорошо, и плохо. есть мозг через эту пропасть, и это не только любовь, которая уже все уже прожужжала, она не всем доступна. Чтобы не говорили, любовь не всем доступна, и это не единственное средство преодоления пропасти между поколениями. Но есть еще более крутая вещь, это вообще уйти от этой пропасти и забыть, что она когда-то была. При всей банальности вопроса люди очень ценят своих детей, чуть меньше своих родителей, но все так же из века в век остаются немудрыми в этом вопросе. И поэтому мало кто достигает берега счастья в своей семье. Попробуйте немножко на эту тему порассуждать, как обычно. И я, если честно, немного доволен, что любимый на этот раз будет немного, потому что я тоже немножко устал. Так что приходите, если эта тема действительно вам интересна. Спасибо. Добрый вечер. Приглашаю всех поиграть сегодня вечером в Афию. в корпус пятый, вторая комната. Просьба большая, захватите с собой фумигатор кто-нибудь. Я возьму пластинки, потому что последний раз, когда играли, то камеры нас очень кушали хорошо. Спасибо. Приходите. Я прошу прощения, в 20.30 подходить будет начало. Дмитрий Ому, Ому-президент, художник Энчар. Здравствуйте. Я совсем художник, хотя немножко Гатя. Я обещал провести мастер-класс, но виселся на своих проблемах. Короче, вот сейчас к кому-то подходите, пока вас объедет и еще теперь я, ну, ввиду того, что я не успеваю это проводить, каждый день утром с часиков 9 и до 11 можно будет подходить ко мне на вашем классе на глину, здесь же на перегрешках. Спасибо большое. Просто можно, да, на бак было, обычно было. Здесь Ищенко Сергей Трест-класс Топарова Татьяна 41, Титаренко Максим 53, Зицер Вадим Бесед Ковген Истомин здесь, Волошин 42, Ленева Угольден Осетин в России, Бутенко 52, Кравченко 22, Бурлаков 51, Требутин 43, Шубина 12, Натюк 11, Птах здесь 8, часов вечера. Источное шоу, красивая источная анимация будет здесь. 21, 5-й угол Кубчик Александр, в 20, Нарновых 20, в 5-м углу. Их хайр-шоу 21, 30 будет на стадионе. Ленева Татра вот там Бурлаков там Будем там сидеть. Привет с хорошим Кубчиком. Добрый день. Хочу подарить большому прекрасному человеку маленький послужитель. Хочу подарить от себя маленький подарок. Счастье, здоровье, это изобилие, это юг, это вода, это лето, это изобилие в любви и счастья во всем. Спасибо. А так хотел как-то суренский как-то жемчуженчик. Спасибо Спасибо.